Олимпийский огонь прибыл в столицу зимних игр. Утром его принимали в Таупсинском районе во Всероссийском детском центре Орленок. Накануне на сочинскую финишную прямую символ Белой Олимпиады проводил Краснодар. Однодневное турне по памятным местам города протяженностью 47 километров, 3,5 сотни факелоносцев и десятки тысяч зрителей. Самые яркие впечатления суммировала Наталья Ястребова. Россия! 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 Бурным всплеском эмоций краснодарцы встречали неспешный кортеж Олимпийского огня. Весь маршрут, все 47 километров, на улицах выстраивалась живая стена зрителей. Огонь прибыл в город с рассветом. К этому времени, несмотря на мороз, возле торгового центра Озмол его уже ждали. На улице минус 12, но краснодарцы готовы устроить теплый прием. К этому времени Олимпийский факел уже преодолел больше 60 тысяч километров. На этом пути его несли на руках, везли на поездах и самолетах. Он побывал на космическом корабле и атомном ледоколе. Его погружали на дно озера Байкал и поднимали на вершину горы Эльбрус. И вот, наконец, символ Белой Олимпиады встречает Краснодар. Все понимали, этот день единственный такой не только в году, в жизни. До Олимпийского огня рукой подать. Для одних это возможность попасть в историю, для других проявить солидарность и поддержать российскую сборную. А для восьмилетнего каратиста Ивана мечта о большом спорте. Ни домашнее задание, ни синяк под глазом не смогли удержать мальчика дома. Олимпийский огонь я хотел увидеть много уже лет. И я пропустил из-за этого школу и пошел туда. Мы по спортивному настроены и готовы встречать Олимпийский огонь! Ура! Россия, вперед! Только к победе! Эстафету в Краснодаре встретили глава города и председатель Гордумы. И вот он, долгожданный огонь. В сопровождении хранителей его принесли в специальной лампаде. Желающих приветствовать дорогого гостя тысячи. Первый краснодарский факел разожгли с помощью лучины. Эстафету по памятным местам города открыл ректор технологического университета, ученый-биолог Владимир Лобанов. Он пробежал один из самых длинных отрезков, 170 метров. И говорит, что почувствовал гордость за Россию и никакой усталости. Сказали здоровый образ жизни и многолетнее увлечение баскетболом. Большая честь чести 26 вузов России представлять нас на Олимпиаде. С праздником! Добра, здоровья, благополучия, великих побед во благо нашей России и Кубани. С праздником! Это действительно был праздник, за которым в прямом эфире следили краевые телеканалы и, конечно, телекомпания «Краснодар». Все внимание в этот день было приковано к факелоносцам и их огненной ноше. В руки моему коллеге Алексею Шулепову попал тот самый факел, который принес огонь на территорию Краснодарского края. Сам факел, по впечатлениям журналиста, тянет на добрых три килограмма и действительно разжигает дух патриотизма. Хозяин этой реликвии гандболист Эдуард Кокшаров признается, нес его с чувством благоговения. Хочу честно сказать, мои эмоции после того, как зажгли огонь и когда я побежал, когда видел ликование людей, были неописуемы. Поэтому я бы больше сказал, что волновался во время бега. Во время бега, чтобы, я не знаю, с честью и достоинством пронести этот огонь. Самый зрелищный этап эстафеты прошел по улице Ставропольской. Здесь в Акелоносце ждала зерноуборочная техника. В 11 часов дня на борт Олимпийского комбайна поднялась доктор сельскохозяйственных наук Людмила Беспалова и проехала полтора километра в сопровождении кортежа из двух тракторов. Затем пламя передали в руки директора компании КЛААС, почетного консула Германии в Краснодаре Ральфа Бендиша. За эффектной колонной двигались и горожане. Главный классовец обещал разделить свою радость с трудовым коллективом. Огонь здесь пастушили, а внутри дальше горит. Я передам это своему коллективу, своей команде. Олимпиада, Россия! Русские спортсмены, мы за вас болеем! Россия! По территории стадиона Кубань эстафета Олимпийского огня прошла дважды с интервалом в 60 минут. Здесь с факелом встречали 14-летнюю Яну Орешкину. Самые молодые факелоносцы еще не закончили школу, но 4 февраля все, кому посчастливилось нести факел, на один день стали живой достопримечательностью города. С ними фотографировались, у них просили автограф. Поддержать 11-классника Диму Ерохина на улицу Горячеключевскую вышла целая делегация из родной гимназии. Была возможность стать частью этого события Олимпиады и возможно почувствовать, хоть и в такой незначительной степени, но прикоснуться к этому олимпийскому огню, который несли сюда из Афин, то есть как святыня такая, можно сказать. На улице Старокубанской легкой походкой из олимпийского автобуса вышла Анна Тимофеева навстречу огненному старту и своему первому интервью. Он очень тяжелый, но я думаю, что я его донесу. С честью и достоинством, да. А чуть раньше на улице Сормовской к снаряду примирялся Тимофеев-старший. Я очень рад жизни, очень рад, что такое большое количество сторонников олимпийских игр. Кстати, один из основных критериев при отборе факелоносцев – нужно доказать верность олимпийским принципам. Спорту, дружбе, уважению и стремлению к совершенству. На Ставропольской ждали того, кто с этими принципами давно знаком. Трехкратного олимпийского чемпиона, гандболиста Андрея Лаврова. И в тот самый момент, когда овации заглушали звуки музыки, спортсмен подошел к своим родителям, которые вместе со всей Кубанью в этот день гордились сыном факелоносца. В моей карьере все было. Полный олимпийский комплект, не хватало факела. Теперь он и есть. Я счастливый человек. Россия! Россия! Мы очень рады, были очень рады видеть такого прославленного спортсмена, который на расстоянии вытянутой руки от нас, преисполненный эмоциями. Ура! Честь пронести олимпийский огонь по Краснодарским улицам выпала и спортсменам-паралимпийцам. На улице Индустриальной эстафету главного символа сочинских соревнований принял Владимир Кривуля. Перед стартом бронзовый призер паралимпийских летних игр в Лондоне нашел время пообщаться со зрителями. Не было отбоя от желающих сфотографироваться со знаменитым спортсменом. Владимир признался, узнав, что понесет факел, был очень взволнован. Рады, счастья, что наконец-таки сбылась какая-то заветная мечта. И вижу вот всех людей, которые здесь поддерживают, и просто радость. На улице Красная эстафета вышла на финишную прямую. В районе сквера имени Жукова ее принял министр МЧС России Владимир Пучков. Кстати, накануне он успел встретиться с краснодарскими школьниками и оценить уровень технического оснащения МЧС Кубани. Вся моя команда МЧС России с воодушевлением восприняли участие мое в этом действии. Мы энергично работали по выполнению всех задач, которые возложены на нас. И, конечно, сегодня всеми очень рады. По главной улице города Олимпийский огонь путешествовал в сопровождении конного эскорта. Всех тех, кто хотел своими глазами увидеть Олимпийский огонь, не остановили ни мороз, ни ветер. Приближение пламени не давало краснодарцам замерзнуть. Я здесь с трех часов дня. Я приехала из поселка Ильского. И я очень счастлива, что побывала на эстафете Олимпийского огня. Ура! Ура! Россия вперед! Мы гордимся! Кубань, Краснодар! Кубань, Краснодар! Кубань, Краснодар! Чувство гордости, потому что Олимпиада проходит не где-то там, далеко. Олимпиада в Крывые приблизилась так близко. Это мировое событие. Это событие происходит у нас в России. Оно происходит у нас на Кубани, в Сочи. Оно происходит у нас в Краснодаре, на улице Краснодар. А вот так грелись в ожидании возле здания концертного зала кубанского казачьего хора. Отсюда главный символ предстоящей Олимпиады отправился на театральную площадь. На главной сцене города преимущественно зимний репертуар. Танцующие елочки, песни про метелицу и для самых маленьких зарядка от снеговика. Такого нашествия зрителей площадь еще не знала. Уже в 7 часов вечера здесь, как говорится, яблоку негде было упасть. Были заполнены даже переносные клумбы, но ряды продолжали уплотняться. Желаем удачи нашим олимпийцам. Побольше золота на играх. Без золота не возвращаться. Самых стойких поклонников Олимпийского движения приветствовал глава Краевого центра Владимир Явланов. Мы действительно очень многое сделали при подготовке к этим Олимпийским играм. И эти неполные 8 лет подготовки очень многое сделали не только в Сочи, где город Краснодар принял активное участие. И около за все это время подготовки более нескольких тысяч человек и строили в городе, и наводили там порядок, и сегодня там находятся. И, конечно, мы хотим, чтобы эти Олимпийские игры были самыми лучшими за все предшествующие времена. И сегодня мы, краснодарцы, приняли Олимпийский огонь. Какая гордость у каждого из нас за нашу Родину, за наш Краснодарский край. Ведь все сделано для того, чтобы Олимпиада прошла именно у нас, в России. Владимир Явланов и Вера Галушко призвали всех болеть за российскую сборную, в составе которой 12 кубанских спортсменов. Под всеобщие аплодисменты появилась Ирина Караваева. Стройная, подтянутая и улыбающаяся Олимпийская чемпионка завершила краснодарский этап эстафеты. Вместе с губернатором Кубани Александром Ткачевым они зажгли чашу Олимпийского огня. И уже потом в тесном кругу журналистов говорили о том событии, на пороге которого мы находимся. Мы этого события ждали 10 лет, непростых 10 лет, сложных, трудных, но очень интересных. И, конечно, то, что будет через несколько дней, через 72 часа буквально в Сочи, безусловно, это самое яркое событие за всю, наверное, историю нашего края. Мы хотим, чтобы Олимпиада стала отправной точкой развития нашего края, нашей Кубани. И чтобы каждый житель нашего края, 5-миллионная Кубани, почувствовал, что она дала для каждого, для его семьи, для его детей Олимпиада. Не только в плане спорта, но и, конечно, после Олимпийского развития. Мы действительно в Губантоваре 7 лет назад выделили счастливый билет. И мы должны в полной мере его использовать на благо жителей нашего края. На самом деле, будучи на Олимпиаде как спортсменка и получая свою золотую медаль, на самом деле, те олимпийские эмоции не всегда были со мной. И вот сейчас, в данный момент, сегодня эти эмоции повторились. Вы знаете, это как на пьедестале золотой медали. Кстати, чаша, в которой пылал Олимпийский огонь, после церемонии останется в Краснодаре. Она будет передана в музей. А ближайший повод вернуться на театральную площадь представится совсем скоро. 7 февраля здесь будут транслировать церемонию открытия Олимпийских игр. Среди всех эстафет, которые проходили по России...